Субтитры создавал DimaTorzok Не игнорируйте старика. Это всё мне? Светлана Ильинична таким количеством только разминалась. Он ведь не умрет? Господи, Федор Матветоч, на плеси оттёжи. Господи, Федор Матветоч, на плеси оттёжи. Только если вы выпьете коньяк. Я не хочу второй раз вызывать мне отложку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня был самый страшный день в моей жизни. Влад не мог вас убить. Я не об этом. Просто это было ужасно. Увидеть его мучения. Он ведь чуть не убил любимую женщину. Из-за измены. Знаете, я думаю, что потом бы он убил и себя. Наверное, мне нужно было поехать с ним. Во-первых, вас бы не пустили. А во-вторых, Влад, как бы вам это сказать… Боится быть слабым. Да нет, он еще не боится. Никогда. Кроме измены. Предательства. Но рано или поздно предает всех. Позвольте. Конечно. Знаете, когда Владу было девять лет, их с отцом бросила мать. Ушла и все. Отец пообещал Владу, что они всегда будут вместе. И сдал его в детский дом. Но Влад и там верил отцу. Рано или поздно он его заберет с детского дома. Ну, Влад только остался в детском доме. Да. С тех пор он и ненавидит Леш. С самого детства. Ну, как же он тогда полюбил Лану? Потому что все, что я слышала о ней… Это… Ну, не любовь это. Болезнь. Зависимость, от которой Влад пытался избавиться. Влад хороший человек. Его слишком часто предавали. Слишком часто. Да-да. Можно? Ах, да, конечно. Здравствуйте. Прошу. Мы чуть не потеряли его. Черт. Гипертонический криз второго типа. Так называемый осложненный. Еще немного времени и мог быть инсульт или отек легких или инфаркт. Время шло на минуты. А какова вероятность, что этот криз может повториться? Я должен понимать ситуацию. Ну, случится может все, что угодно. У него слабое сердце. Нервная система расшатана. Понятно. Как хорошо, что вы очнулись. Да. Неплохо. Я в том смысле, что очень хочу вас поблагодарить за деньги. Деньги? Да. Антону уже нашли донора. Благодаря тому, что есть полная сумма, процесс идет очень быстро. Врачи готовы поручиться за результат. Я ничего не понимаю. Ну, как же. Вы вспоминайте. Вы деньги передали через Светлану Ильиничну. Ладно. А что, с ней она жива? Все хорошо. Наверное. Вы, главное, не волнуйтесь. Вам в вашем состоянии переживать нельзя. Ну, вы поправляйтесь. Это редкое издание. Оставьте заявку в столе заказываю. Стараемся вам помочь. Спасибо. Всего хорошего. Лариса. Да? Что-то не так? Да нет. Я просто шел, увидел вас и подумал… Я просто участвовала в ночи музеев, не успела переодеться. Сейчас пойду переодену нашу фирменную футболку. Нет, нет, нет. Остановитесь, что вы. Я просто ваш вот этот образ… Простите, вы не обиделись. Я так бурно реагирую. Я? Мне просто… Жизнь настолько коротка, чтобы тратить на то, что были, или есть в душе сомнения, или запоминать обиды. Это Джейн Эйр? Да, моя любимая книга. Вот как. Простите, нужно работать. Я могу? Чемковыч? Да. Мне нужна женская психология. Это наверх. Я ничего не помню. Ничего. Но сейчас тоже не важно. Знаешь, я вдруг поняла, что для меня сейчас нет ничего важнее тебя. Важнее нас. И эта авария – это испытание для нас, которое мы обязательно с тобой пройдем. Я тебя очень прошу. Прости. Здравствуйте. 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 Вы сейчас на работу? Нет. Бабушке нужно её успокоить и переодеться. Может быть, вам стоит поселиться на время в доме Влада? Зачем? Ну, меня беспокоит этот детектив, которого он приставил за вами следить. Не волнуйтесь, если увижу хвост, убегу. Ну, а не думаешь, танцит у бабушки под дверью сутки напролёт. М-м-м. Алло? У тебя что-нибудь срочное? Мама? Мама, у тебя всё в порядке? Всё в порядке. Послушай, Ева ведёт себя очень странно. Мне кажется, она что-то от меня скрывает. Ты уверена, что у неё всё хорошо? Алло, мама? Мама? Мам, ты что, издеваешься? У нас всё в порядке. Мы здоровы. А по голосу не скажешь. Вот она вернётся и расскажет, наконец, где она всю ночь провела. Что? Да шучу я, шучу. Мама! Всё. Мне нужно готовить завтрак любимой внучке. Всё. Отбой. Подождите. Подождите, пожалуйста, ради Бога. Подождите. О, как я вас благодарю. Это так замечательно, когда соседи милые и адекватные люди. Вы себе не представляете, у моей сестры два соседа, и оба неблагополучные. Один алкоголик и другой наркоман. Вот как с такими жить, а? Да. Мне на пятнадцатый, а вам на шестнадцатый. Понятно. Восемьдесят девятая квартира. Вы племянница Натальи Павловны, да? Нет. Надо же, как похоже. Девяностая квартира, дочка Агафоновых. Тоже нет, да? Девочки, лифт не работает. Слесаря я уже вызвала. Да вы что? Алло. Алло. Здравствуйте. Это вы. А это я. Я только что разговаривала с вашей дочерью. Она живет на шестнадцатом этаже. И, судя по всему, в девяносто первой квартире. Да. Доброе утро, баба. То есть, ты на меня еще дуешься? Банна, это детский сад какой-то. Ты теперь всю жизнь со мной разговаривать не будешь? Буду. После того, как ты мне расскажешь, где ты провела ночь. Хорошо. Если я тебе расскажу, инцидент будет исчерпан? Да. Ночь я провела у него. У нас был очень серьезный разговор. Настолько серьезный, что дело закончилось скорой. Я очень устала. Мне скоро на работу. Мне нужно принять душ. Пожалуйста, не обижайся. Прости. Пожалуйста, не обижайся. Прости. Еще раз здравствуйте. Как я рада вас видеть. Вы очень быстро приехали. Как вы думаете, она не успела еще уйти? Нет, конечно. Я же специально домой не пошла, чтобы ее не упустить. Да, вы удивительная женщина. Благодарю вас. Немедленно поезжайте на шестнадцатый этаж и положите конец этому безобразию. Ну, а потом ко мне на пятнадцатый. Я угощу вас очень вкусным чаем с плюшками. С удовольствием. Лифт починили. Пойдемте, я вас подброшу до пятнадцатого этажа. Три шестьдесят две. Я помню. Да, как водка в советское время. Я тоже помню. Спасибо. Благодарю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из полиции, майор Растрыгин. Скажите, пожалуйста, вам знакома вот эта девушка? Да, я видел эту девушку. В кино. Она актриса, французская. Понятно. Спасибо, вы свободны. А что с ней стряслось? Да, приехала на съемки, напилась водки и пропала. А, правда? А такая приличная актриса. Водка зло. Прямо скажем, яд. Вы свободны. Всего доброго. Да, до свидания. Забыла что-нибудь? Здравствуйте. Здравствуйте. Майор Растрыгин. Скажите, вы знаете вот эту девушку? Будьте добры, можно еще раз ваше удостоверение посмотреть, господин майор? Конечно, конечно. Так что вы скажете по поводу этой девушки? Скажу, что я ее в первый раз вижу. А что она натворила? Она свидетель. По очень важному делу. Ценный свидетель. Ничем вам помочь не могу. До свидания, господин майор. До свидания. Тихо. Ой. Алло, Тома? Тома, приезжай срочно. Да нет, она нашла. Здесь что-то совсем другое. Все, давай, приезжай как можно скорее. Я жду тебя внизу. Все. Ну что, душа моя? Головушка болит. Такая незначительная на навязчивая мигрень. Угу. То, что кажется нам пустяком в те дни, когда мы здоровы, ложится камнем на душу в такие дни, как сейчас. Люсенька, а что ты можешь делать, когда цитаты из Джанейро закончатся? От чего ты так зла сегодня? Наверное, от того, что душа моя уже битый час, прошу тебя помощи. А ты меня игноришь. Правда? Правда. Прости, я так увлеклась. Я заметила. Привет, Джанейро. Отлично заглядишь. Благодарю. Конечно, мы тут целый час изображали из себя великосветскую даму, пока Мариночка одна работала в магазине. Лариса, дади Гнису Сергеевичу. Сочно. Ну, я не виновата. Он жить без меня не может. Действительно. Слушай, хоть ты мне помоги, а? Не могу, Мариш. Мне очень нужен отпуск на два дня. А что, все сговорились, что ли? Значит, я предполагала верно. Ты куда-то вляпалась, и теперь тебе нужно залечь на дно. Нет, все хорошо, но ему очень нужна поддержка. Ну… Так и втрескалась. А я думаю, почему ты последняя ни на зону не похожа. Я ночью не спала. Ну, я об этом же. Нет. Это не то, что ты думаешь. Ой, ладно, Джульетта, пиши заявление. Уже. Слушай, отдашь, пожалуйста, его поспелого на подпись сама? Я прижала. Ну, что за наглёж? Вы что, издеваетесь? Тут вообще хоть кто-нибудь работать будет? Да. Померьте, если вам нравится в 100%? Он хорошо ляжет со штанишками и с юбочкой. Еще мы можем сделать вам скидочку. Постоянно вы посетители. Почему вы и нет? Какой у вас разбирательный? Давай. Держите, пожалуйста. Да? Мне кажется, вы забыли о нашем заказе. Все хорошо. А сроки? Я помню про сроки, да. У вас сегодня последний день. Я предупреждаю. Да вы не волнуйтесь, я же… Кто ко мне пришел? Соскучился? Очень. Идем. Куда идем? У меня рабочий день. У меня тоже. Мне очень нужна твоя помощь. Да? Я слушаю. Помнишь, ты собирала деньги через интернет для мамы на опера… Ну, подождите. Ну, помню. Мне нужно, чтобы ты разместила на эти же сайты информацию, что Бельская пожертвовала 70 тысяч евро на лечение мальчику. Сколько? И обязательно оставить адрес электронной почты ее. Она пожертвовала 70 тысяч евро? Угу. Ты серьезно? Угу. Ну, а тебе-то что с этого? Ну, ты много вопросов задаешь. Угу. Ну, я серьезно. Ну, я хочу, чтобы эти жлобы немножко раскошелились, понимаешь? Потрясти их. Пусть помогут нуждающимся. Боже. Господи, какой ты у меня благородный. Да? А у нас подсобка есть. А я не забыл. Угу. Угу. Давление значительно выше нормы, тахикардия. С вами вы играете, Владислав Андреевич. Что вы мне предлагаете? Остаток жизни кабачком пролежать? Ну, зачем же остаток? Хотя бы неделя. Вам нужна серьезная реабилитация. Положительные эмоции не уходят? Если это связано с волнениями, то нет. Док, вы же знаете, я все равно сделаю так, как посчитаю нужным. Хотите, я напишу вам вторую расписку? Да уж, пожалуйста. Так меня хотя бы к суду не привлекут. Я приставлю к вам дежурного врача. Будем надеяться, что в этот раз все обойдется. Док, все будет нормально. Будем надеяться. Обязуюсь не умирать, пока не посадил дерево и не родил сына. Что это? Дом я построил. А вот с деревом и сыном не сложилось. Извините, мне нужно переодеваться. Да, конечно. Сейчас. Подождите. 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 А-а-а. Свободы. Я-то у тебя фрукты разные купила. Апельсины, гранаты, пейлфруты. Доктор сказал, что можно. Я как будто заново женился. Ты что-то мне купила. Привыкай. А ты куда-то собрался, тебе же нельзя. Дай мне свою руку. Спасибо. Прости. Я парамойка. Просто… просто я очень тебя люблю. Я готов всё начать с самого начала. С чистого листа. Без ссор, без вранья. Конечно, ссоры будут. У меня отвратительный характер. Ты ведь умничка. Только по обещанию. Мы должны быть честными друг с другом до самого конца. Обещаешь? Обещаю. У меня для тебя сюрприз. Мы едем в Ришелье. Рада? Да, очень. Только может быть мы поедем туда в другой раз. Тебе нужно лежать. Нет, от этих лежаний мне будет только хуже. Ты лучше скажи, по Моцарту соскучилась? Тогда вперёд. Ну? Поговорила с ней? Представляешь? В книжном сказали, что она взяла два выходных. По семейным обстоятельствам. Очень хорошо. Значит, этот тип её не найдёт. Не волнуйся. Как это «не волнуйся»? Ева неизвестно где. И она без связи. Лена, она достала меня звонками своими. Не, ну, ты посмотри. Мама что-то скрывает. Бодя! Бодя, ты как можешь в такой момент пить? С горя. Господи, Господи. С Елой что-то случилось. Я чувствую. Так, всё. Собирайся. Едем. Лена. Едем в столицу. Собирайся. Давай, давай, давай. Всё. Пошли. Пошли. Ну, чего стоишь? Садись. Да. Ну, и что ты хочешь там найти? Телефон Германа. Должен же он у нее быть. А если он с этим фальшивым полицейским заодно? Я думаю, надо позвонить в настоящую полицию, рассказать все, как есть, попросить помощи. Я попробую. Только я думаю, что навряд ли они будут слушать нашу историю про фальшивого полицейского и Евина Вранье. Что же вы замерли, божьи дуанчики? Забыли, где педаль газа. У меня. СМС. Едем в Ришелье. Что такое Ришелье? Кто такой Моцарт? Ошибся кто-то. Номер есть? Да, неизвестный. Слушай, вдруг это от Евы? Ну, станет Ева тебе такое писать. А вдруг? Надо в Ришелье ехать. Лизок. Поехали. Лизок, успокойся. Подумай, как нас туда пропустят? Там Любаша работает, забыла? Ну, так. Вот что я покажу. Опа. Опа. КОНЕЦ Здравствуйте, молодой человек. Позовите нам, пожалуйста, Данченко Любовь Григорьевна. Она здесь тренером у вас работает. А вы по какому вопросу? Тренироваться у нее будем. Помолчи, пожалуйста. Ну, а чего он? Мы старые подруги. В цирке вместе работали. Любовь Григорьевна сейчас занята. Если вы договаривались, наберите по мобильному телефону. Звонили, труппу не берет. Ну, вот видите, я же говорю, она занята. Как вы себя чувствуете? Нормально. Я все же должна проконтролировать ваше давление. Должна контролировать. Давай хотя бы доедем, там проконтролируем. Здравствуйте, Владислав Андреевич. Здравствуйте, Слава Вышина. Рад вас видеть. Как ваше драгоценное здоровье? Крепчает, спасибо. Правда, у нас сегодня обычная тренировка. Соревнования лишь через неделю. Хорошо. Двойной эспрессо принеси. А уже готово. Двойной эспрессо. Тебе же нельзя кофе. И не себе. Я тебе, как ты любишь. Я же, в принципе, не пью эспрессо. Забыла? Ну, я подумала, ты решил гулять, так гулять. Спасибо. Владислав Андреевич, Светлана Алинишна, приветствую. Игорёв, приветствую. На секунду. Понаблюдай за Моцартом, ну ладно. Хорошо. Угу. Светлана Алинишна, мы можем идти. Иди, иди. Я же вижу, ты вся как на иголках. Иди к своему Моцарту, иди. Ты правда в порядке? Да, со мной всё хорошо. Я в порядке. Сергей, у вас бабушка есть? Ну? Представьте себе, Серёжа, что вы попали в тюрьму. И вот сидите вы там, в голоде, в холоде, а ваша бабушка вам пирожков напекла. Лиза, ты чего? Ну, помолчи, пожалуйста. Вот приходит эта бедная женщина. Приходит она к вам на свидание. А Вертухай с каменным лицом говорит, ей не положено. Она ему говорит, сынок, я еле дошла, у меня ноги не ходят. А он ей говорит, не положено, бабка, пошла вон. Ну, пошла она домой, и по дороге она умерла. Лиза, ты что горючешь? Не мешай мне, пожалуйста. Серёж, у меня там внучка. Я её должна увидеть. Мне нужно убедиться, что с ней всё в порядке. Иначе, Серёжа, сердце моё вот прямо здесь вот сейчас разорвётся от боли. Пригласите, пожалуйста, Любовь Григорьевну к центральному входу. Спасибо тебе, сынок. Дай Бог тебе здоровья, жены хорошей и богатства. И, кстати, моя бабушка сроду не пекла пирожков. Она курит папиросы, носится, как конь, и до сих пор меня лупит. Ну, послушать было прикольно. Иди сюда. Эй, пацан, ты что здесь делаешь? Кирюха, подойди к гардеробу. Сюда иди. Сюда иди. Смотри, у нас гость-то нарисовался. Ребята, я просто заблудился. Я выход искал. Сейчас мы тебе эту руку покажем. Светлана Ильинична, Моцарт по вам скучал. Никого к себе не подпускал. Ты что взял? Да нет у меня ничего, я чистый. Ты что взял, я с тобой? Да чистый я, а! Подождите. Мне нужно с ним поговорить наедине. С этим? Да. Давай, ты там, я здесь постою. Узнаешь меня? Первый раз вижу. Хватит прикидываться. Мне не нужен ни кошелек, ни телефон. Мне нужна флешка. На ней очень ценная информация. Она у тебя. А ты что, правда крутая? Давай поступим так. Я попробую договориться, чтоб тебя отпустили, а ты мне вернешь флешку. Давай руку. Светлана Ильинична. Наберешь мне завтра. Игорь, я хочу, чтобы вы его отпустили. Светлана Ильинична. Вы не понимаете, мальчик болен, у него криптомания, его нужно лечить. Мальчик? Мне нужно лечить. Отпустите его. Повезло тебе. Ты правда крутая. Раздевалка? Да. Ну, девчонки, вы даете. Вы что, не могли вчера мне позвонить домой? Вы знаете, что я на тренировке всегда включаю телефон. Спонтанно все получилось. Ладно, подруге, конец. Каким ветром вас сюда занесло. Это настоящая детективная история. Так, Любаша, Любаша, мы тут тренера присмотрели классного. Хочу внучку с ним познакомить. Здесь поговорим? Прошу. Лам, привет! Я вас там подожду. Я слышала про аварию. Ужас. Слушай, ну ты выглядишь хорошо. Что, обошлось без шрамов? Да. А Влад? Говорят, что он прикол на постели. Это что, правда? Он больше никогда не сможет встать? Нет, ему уже лучше. Он идет на поправку. Отлично. А как у тебя с этим? Все пучком? С кем? Извини, просто у меня провалы в памяти после аварии. Угу. Ну-ну. Ну. Пока. Здравствуйте. Где он? Уехал? Как уехал? Я же предупреждал. Я просил вас сто раз звонить мне. Звонить! Я звонил, но вы же не брали трубку. Проверьте неотвеченные вызовы. Черт. Ну, он поехал. В конно-спортивной книге. Один. Сиди. Твою ж мать. Здравия. Здравствуйте. Мой хороший. Привет, Марья. Пожалуйста, не удавай мне. Мир… Субтитры делал DimaTorzok Куда смотришь? Вон туда смотри! Вон длинную. Видишь? Мой ученик Саша Марченко. Физер прошлогодних полембийских игр. Вы думаете, я сама на пенсию не пошла? Просто уговорили остаться. Я же кузница чемпиона. Молодец, Любаша. И хвастаешься, как сорок лет назад. Ладно. Сама с пенсии убежала, попросился обратно. Пусть тарухи носки вяжут, а мы еще стране пригодимся. О, а он еще одна моя ученица, Лана Бельска. А, коммерческий проект. Жена бизнесмена. Он того, видите, там сидит в инвалидной коляске, после аварии. А она уже в сегле, как с гусью вода. Между нами, говоря, серого лета. Да никакая это не Лана. Это внучка моя, Ева. Ты что, с ума сошли? Да Лана это. Лана, я ее два года тренировала. Она мне столько крови выпила, что мне медаль почетного донора давать должны. Да, я тебе говорю, Ева это, внучка моя. Пошли, познакомлю. Тихо, тихо, малыш. Спокойно. Игорь. Да. Не уверен, Лана. Все две держатся, да? Рановато было ее тащить сюда после аварии. Вы были правы. Со Светланой Ильиничной что-то не так? Долг говорит, это Корсаковский синдром. Временное явление. Типичное поведение, непривычная реакция и пройдет. Ну, теперь понятно, почему Моцарт ее не сразу признал. Так, мне не нравится ваш румянец. Давайте мерить давление. Влад, тебе плохо? Влад, тебе лучше срочно вернуться в клинику. Да, я сейчас поеду. Ты сегодня была особенно прекрасна. Поехали. Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, Лана. Мои сочувствия по поводу случившегося, но вы мужчина спортивный, крепкий. Так что восстановитесь быстро. Ланочка, а вы сегодня были на высоте. С тех пор, как мы расстались, ваша техника стала более изящной. Что такое? Это меня скрытая камера снимает, да? Ланочке не поверите, но вот моя подруга говорит, что вы… Что я плохая наездница. Как вас зовут? Елизавета Кирилловна. Очень приятно, Елизавета Кирилловна. Лю, ты… Извини. Я разыграла тебя. Шутка это была. Лиз, ты чего? Шутка? Ну, ты даешь. Простись, чтоб обеспокоили. Всего хорошего. Будьте здоровы. Пошли. Смешные. И… Видишь, и в старости можно веселиться. У вас сильно повышенное давление. Необходимо срочно ехать в клинику. Ну… Поехали. Как тебе в голову такое могло прийти? У тебя что, старшеческий маразм начался? Извини, Люб, я молодость просто вспомнила. А помните, как мы над Капитановым подшутили? Это когда я ему ассистировала и сделала вид, что он в меня кинжалом попал. А? Нечего кидать ножи с таким зрением. Страх, он чуть не умер. Он еще потом месяц заикался. Да-да-да. Ну, все. Пошли пить кофе. Мне, Любаш, прости. Чего? Прости, я пошла. А ты кто? Я с тобой кофе пить. Молодец. Так, у выхода встретимся? Угу. Так, а… Отойди. А, я вон. Добрый день. Я прошу прощения, но сюда нельзя. Я близкая подруга Ланы Бельской. А, но я все равно не имею права вас спустить. Это закрытая территория для посетителей. Голубчик, я ей позвоню, и она вас в порошок сотрет. Ну, поймите, это моя работа, и я про… О! Здравствуйте, госпожа Бельская. Позвольте вас спросить, как вы себя чувствуете после черепно-мозговой травмы? Повторить не желаете? Как ты сюда попала? Да мне сама эсэмэску прислала. Едем в Ришелье. Что такое Ришелье? Кто такой Моцарт? Я тебе? Конечно. Я же тебя записала в телефоне, как Германа. Зачем? Так, быстро мне все рассказывай. Хорошо. Но пообещай мне, что ни одна живая душа от тебя ничего не узнает. И ты не начнешь разводить бурную деятельность. Я тебе обещаю. Ева, ты меня знаешь. Ага. Вот именно. Ну… Короче… Поехали. Мариш, привет. Все хорошо. Я просто очень устала. Ты как? Слушай, это классно. Я тебе потом все расскажу. Ладно. Я решила переехать к нему. Почему в клинику? Домой. Ну, я надеюсь, что придут на домашнее лечение. Тогда бы я смогла за ним ухаживать. А бабушка, я думаю, меня поймет. Я уже ей все рассказала. Она обещала меня не выдавать. Все. Хорошо. Давай, пока. Я жду такси. Вера, Вера, ты мне только скажи одно. Дочь твоя замужем? А как фамилия мужа? Не Бельский случайно? Бельский. Ага. Ага. Значит, она Светлана Бельская, да? И называет себя Ла. О, привет. Сейчас будем кушать. Голодная, наверное, да? Нет. Бабуля, ты не хочешь мне рассказать, с кем ты сейчас разговаривала? Кто я? Кто-то звонит. Это, наверное, Тому. Я пойду открою. Иду, иду. Иду. Мам, где она? Где Ева? Она жива? Почему не предупредила, что приедете? Потому что у вашей дочери, мама, маниакально-депрессивный психоз. Пойда у вас в. Идет, у меня. Почему не предупредила, почему не переключения орешевод"? Это было бы.